Поздравляю с подписанием моего контракта. Гомель стал вторым клубом белорусским в твоей карьере. Как возникло это предложение? Ну, обратились ко мне руководство клуба, плюс Невинского, хорошо знаю Владимировича. Работал с ним, когда он был помощником в Борисе. Хорошо его знаю как тренера, как человека. Поэтому с ним пообщавшись, решил принять это предложение. Чему рад, надеюсь, помогу команде в этом сезоне. А каким минувший сезон был для тебя? Да, он такой был скомканный, потому что, к сожалению, были кое-какие травмы мышечные. Плюс смена тренера была в середине сезона. Поэтому не скажу, что занесу его в пассив и в актив. Он такой, назову его скомканный, это, наверное, будет самое правильное определение этого сезона. Поэтому соскучился по такому, скажем, хорошему сезону, позитивному. Надеюсь, этот год такой будет. Помимо Латвии, ты еще играл в Греции и в Израиле. Чем запомнился тебе этот этап зарубежный в твоей карьере? Да, он был классный, интересный и советую. Так уже время наступило, что уже далеко не молодой по футбольным меркам. Ребятам помоложе, если есть возможность уезжать. Потому что, во-первых, ты растешь как человек, другой менталитет, язык. Ты начинаешь зарослеть быстрее в футбольном плане и в человеческом, скажем так. Поэтому только приятные воспоминания от Греции, прям очень классные. Потому что очень хороший чемпионат с хорошими соперниками. Каждая игра очень тяжелая, любят футбол, только положительно. Ну, Израиль тоже мне понравился. Ну, там немножко другой менталитет, немножко потяжелее в бытовом плане. Но в целом я очень доволен. С партнерами по команде поддержишь отношения как за рубежом, так и со своими борисовскими мальчиками? Да, безусловно, конечно, больше с ребятами из Борисова, потому что провел там значительную часть карьеры. С ребятами из Греции я был с Артемом, ой, Андреем Горбуновым вместе. Так, честно, с ними уже связь потеряна больше, с тех команд с Латвии, да, с ребятами переписываюсь еще на связи. А в Гомеле уже успел адаптироваться, там, разнакомиться с ребятами? Многих знал, многих знал до этого, с кем-то лично, сборных пересекался где-то еще, кого-то знал заочно по чемпионату, поэтому я не думаю, что будут проблемы. Понятно, что прошло еще мало времени, не сказать, что я полностью адаптировался. Не могу так сказать. Сейчас главная задача у меня набрать форму, а в плане коллектива, и я думаю, микроклимата никаких проблем не будет. Ты большую часть карьеры провел в Батте, и у нас уже скоро будет играть в Батте. С какими чувствами будешь выходить на поле, и будет ли этот матч 10 принципиальный, вообще матч против Батте? Честно говоря, трудно сказать, еще есть время до этой игры, и сейчас главная задача у меня это набрать форму, потому что и сконкновенная пресезонка была для меня. Конечно, будет, скажем так, не совсем, обычно был в форме Батте, а сейчас придется играть против них, что-то новое для меня. По-любому это интересный опыт, но сказать, что прям принципиально, я всегда уходил хорошо, ни с кем не ругаюсь, поэтому я скажу, это больше интересно, чем принципиально, наверное, для меня, но посмотрим ближе к игре. И что сам ожидаешь от этого сезона? Да, я надеюсь, что и для меня он будет удачным, и для команды в целом. Тут любят футбол, болеют, и был хороший сезон предыдущий, я смотрел, следил за белорусским чемпионатом, Гомель здорово смотрелся, в принципе, достойное место занял, наверное, мог и больше, возможно, нет, но считаю, что как минимум постараться такой же сезон удачно провести, и можем заявать в ближайшее время трофей тоже, хотелось бы этого.